В Минске состоялось 64-е заседание Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ, в котором приняли участие 11 делегаций. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с участниками заседания и подчеркнул, что нужно развивать торговые и экономические связи и таможенную инфраструктуру на границах. Вопросы эффективного обслуживания товаропотока, взаимодействия таможней и бизнеса, сотрудничества служб на границе, правоохранительной деятельности не могут оставаться в рамках одного государства и при этом быть эффективными. От глубины интеграции в сфере таможенного дела зависит дальнейшее развитие экономик государств и, в конечном счете, повышение благосостояния наших народов. Одна из острых тем на повестке дня – вопрос об информационной безопасности для таможенных служб в СНГ. Принято решение создать рабочую группу, которая бы выработала некие общие подходы к вопросам безопасности, регламент безопасности. На заседании было рассмотрено более десятка вопросов, касающихся взаимодействия таможенных органов, железнодорожных администраций, государств-участников СНГ. Внесены изменения в таможенную конвенцию о международной перевозке грузов. Сейчас идет активная работа над созданием нового таможенного кодекса. Но прежде чем нормы лягут в новый закон, необходимо опробировать, посмотреть, попробовать, насколько они будут работоспособными, насколько они будут эффективными для экономик всех стран нашего государственного объединения, именуемого Евразийский экономический союз. Кроме того, на заседании Совета руководителей таможенных служб государств-участников СНГ был назначен новый председатель Совета. Им стал глава Федеральной таможенной службы России. Он поздравил Беларусь с 25-летним юбилеем таможенных служб Беларуси. Пусть она на первый взгляд и небольшая, но знаете, отчитывается не годами, а делами. А дел за эти 25 лет таможенным комитетом Беларуси сделано очень много. После заседания прошла торжественная церемония гашения почтовой марки, приуроченная к 25-летию таможенной службы Беларуси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова